В мировой истории Древний Египет занимает особое место, поэтому на территории этого древнейшего и одного из самых развитых по тем временам государства постоянно проводятся раскопки, в результате которых археологи еще больше узнают о событиях Древнего Мира и о быте людей. С вами канал ТОП ФАКТС БЛЕК, и это удивительные находки в египетских пустынях, в которые действительно тяжело поверить. Желаю приятного просмотра, ну и конечно же погнали! Начнем с мистической истории об исчезновении бабуина царицы Нефертити. В 1336 году до нашей эры, почти 3,5 тысячи лет назад, могущественная египетская царица была обладательницей загадочного бабуина. Считается, что этот примат был своеобразным символом ее власти. Однако однажды бабуин бесследно исчез, оставив исследователей в недоумении. На долгие века исчезновение оставалось загадкой, но недавно обнаруженное видео, снятое на камеру, дало ответ на этот древний вопрос. Вторая история повествует о необычной женщине-фараоне, которая носила накладную бороду. Хатшепсуд, правивший Египтом примерно в 1479-1458 годах до нашей эры, стремилась к равноправию между мужчинами и женщинами власти. Она смело носила накладную бороду, символизирующую мужское правление, и восстановленные камеры, найденные археологами, зафиксировали уникальные кадры древней правительницы в накладной бороде. Следующий фрагмент затрагивает тему потерянной земли Пунта, которая считалась мифическим местом для древних египтян. Долгое время ученые пытались найти следы этой легендарной земли, но успехи были сомнительными. Однако недавно найденные видеозаписи, датированные периодом расцвета древнего Египта, свидетельствуют о существовании земли Пунта и ее связях с Египтом. На видео можно увидеть праздничные церемонии, обмен дипломатическими подарками и торговля между представителями двух цивилизаций. Это открытие стало настоящим прорывом в изучении истории древнего мира. Продолжаем выпуск невероятными открытиями из времен более позднего Египта. В 1848 году археологи обнаружили египетскую мумию, завернутую в необычную иностранную книгу. На видео, записанном на месте находки, видно, как исследователи аккуратно раскрывают книгу, которая стала своего рода свитком для мумии. Оказалось, что она написана на древнегреческом языке и датируется IV веком до н.э. На данный момент ученые продолжают изучать это уникальное произведение и его связь с египетской мумией. Следующий пункт нашего видео раскрывает секрет разрушенной пирамиды Гидеферина, находящейся вблизи пирамид Гизы. Обнаруженные кадры, снятые на месте раскопок, подробно показывают разрушение этого архитектурного чуда, а также предполагаемые причины его гибели. Как думаете, что стало причиной этой катастрофы? Этот случай ставит под сомнение наше представление о стойкости древних пирамид и заставляет задуматься о тайнах, которые они скрывают. Другой фрагмент нашего видео рассказывает об уникальной находке 2013 года – древнеегипетских часах, использовавшихся для определения времени суток. На кадрах видео можно увидеть, как исследователи внимательно изучают этот поразительный предмет, который может изменить наше понимание о том, как древние египтяне измеряли время и организовывали свою жизнь. Западные археологи долгое время предполагали, что в Древнем Египте существовало только деление дневного и ночного времени суток на 12 равных часов каждое. То есть сутки делили на 24 часа разной длительности, а деление суток на 24 часа равной длительности появилось только у древних греков. Археолог, историк и бывший министр по делам древности Египта Захи Хавас с гордостью объявил в своих социальных сетях о потрясающих открытиях, сделанных во время последних раскопок у таинственной гробницы Гисар-эль-Мудире в дремучих окрестностях селения Саккара, расположенного вблизи Величественного Каира. Исследователи, словно смелые охотники за сокровищами, обнаружили древнее кладбище, загадочную гробницу священника и саркофаг с древней мумией, покрытый сусальным золотом, которое словно светилось сквозь тысячелетия. Саркофаг, принадлежавший таинственному человеку по имени Гека Шепес, был найден на дне глубокой 15-метровой погребальной шахты. Известняковый саркофаг сохранился в нетронутом виде, словно был захоронен только вчера, после того, как его сбросили в шахту древние египтяне около 4300 лет назад. Участники исследовательской экспедиции, ошеломленные этим открытием, предполагают, что это, возможно, самая старая и, безусловно, наилучшая сохранившаяся мумия, найденная в Египте на сегодняшний день. Свет Дендеры Окутан мистической дымкой, поскольку это не просто артефакт возможной древней технологии, но и потенциальное изображение такого артефакта, таинственно вписанное на стену одного из лучших сохранившихся древних храмов в Египте – храма загадочной богини Хадхор в Дендере. Спорные рельефы, словно загадочные картинки, иллюстрируют цвет Дендеры, переплетаясь с древнеегипетскими легендами о сотворении мира, таинственных церемониях, могущественных богах их пантеона и идеях возрождения. Надписи «Окружающий рельеф» ясно демонстрируют, что это не свидетельство древнеегипетской технологии. Археологи, исследуя тысячи древних памятников по всему Египту, так и не обнаружили никаких убедительных электрических артефактов, не говоря уже о лампочках. Пока отсутствуют конкретные доказательства того, что древние египтяне использовали электрическое освещение. Одно из семи чудес света, пирамида Хуфу в Гизе, с ее величественным возрастом в 4,5 тысячи лет, продолжает завораживать и удивлять не только широкую публику, но и самых изощренных экспертов. Весь комплекс пирамид, где Великая пирамида возвышается, будто венчающая собой все знания и секреты древнего мира, является одним из самых загадочных и изученных археологических артефактов. Словно оберегая в себе множество тайн и легенд, пирамида становится предметом исследований ученых со всех уголков Земли, которые пытаются проникнуть в ее тайны и разгадать, используя самые современные технологии. Египтолог Владислав Бореш рассказывает. Внутренняя часть пирамиды скрывает огромное пространство. Первоначальный вход вел скальную породу, где была построена древнейшая погребальная камера, но затем она была забыта и другие проходы стали вести только вверх. В самом сердце этого грандиозного сооружения скрываются царская погребальная камера и Великая галерея. Самое масштабное помещение, которое можно обнаружить в любой египетской пирамиде. Так загадки Великой пирамиды продолжают оживлять воображение и вызывать неподдельное восхищение, открывая новые грани истории и магии Древнего Египта. Великая Александрийская библиотека просуществовала почти тысячу лет. За всю ее историю в ней накопилось более 700 тысяч фолиантов. Некоторые из них содержали древнейшие тайные знания ушедших цивилизаций. Последние несколько столетий библиотека подвергалась постоянным разграблениям, рукописи похищались и уничтожались. Она состояла из десятков залов и комнат. Исследователи до сих пор спорят о точной дате ее основания. Большинство склоняется к тому, что в 50-х годах 4 века до нашей эры ее создание инициировал царь Египта Птолемей I. Так или иначе, библиотека процветала вплоть до начала нашей эры. Хранители рукописей пользовались высокими привилегиями, а главный библиотекарь всегда назначался воспитателем царского наследника. А на берегах мощной и загадочной реки Нил ученые открыли давно забытую мастерскую мумификации, где древние египтяне воздавали последнюю дань ушедшим в мир иной. Сквозь века и пески времени эта мастерская хранит тайные секреты искусства мумификации, которое было поистине священным и неповторимым для древних египтян. Здесь же в этой мастерской были найдены многочисленные артефакты, доказывающие величие и мастерство древних ритуалов. А теперь вопрос ко всем вам. Как вы думаете, что же стало с мастерами этой мастерской и почему она была забыта на долгие столетия? А испанские археологи раскопали в Верхнем Египте в Эль-Банаса две гробницы с 2500-летними останками мужчины и женщины, которых похоронили золотыми языками, пластинами из золотой фольги. И это не первая находка такого рода, ведь считалось, что золотой язык должен помогать идущим в царство у мертвых убедить Осириса проявить милосердие к их душам. Золотые пластинки, заменяющие языки, не так часто встречаются среди древнеегипетских мумий. Их вкладывали во время похорон, чтобы дух умершего мог говорить с Осирисом, оказавшись в ином мире. Череп мужчины до сих пор выглядит совершенно целым. На фотографиях ясно виден золотой язык, выступающий из его рта. В мрачных и полных тайн-коридорах гробницы знаменитого фараона Тутанхамона ученые совершили потрясающее открытие. Они нашли мумифицированных младенцев, которые были тщательно укрыты и сохранены. Они представляют собой ключ к разгадке тайны королевской династии, жизни и смерти знаменитого фараона. Великий Тутанхамон, хоть и правил непродолжительное время, оставил после себя наследия и тайны, которые продолжают волновать ученых и исследователей веками. Какова была судьба этих невинных детей и какова их связь с самим фараоном? Эти вопросы наводят на размышления о мистической и сложной истории древнего Египта, его правителях и их родственниках. Говорят, что древний туннель, скрытый глубоко в земле Египта, хранит тайну гробницы великой царицы Клеопатры. Обнаруженный в тени храма Тапасирис Магна, западнее Александрии, этот потайной путь раскрывает себя исследователям египетско-доминиканской археологической миссии из Университета Санта-Доминго. Туннель прячет свою тайну на глубине около 13 метров, тянется в высоту 2 метра и протяженностью в 1300. По данным Министерства туризма и древности Египта, первые исследования указывают на сходство конструкции с греческим туннелем Джубилинос. Это открытие заставило ученых задуматься, не ведет ли этот таинственный коридор к самой гробнице Клеопатры, которую все еще предстоит обнаружить. Огромный подземный туннель с его мистическим обаянием пробуждает воображение и вызывает интерес к своему истинному назначению, оставаясь пока что загадкой. А в 2018 году в глубинах забытых подземелья города Александрия археологи наткнулись на таинственный черный гранитный саркофаг. На глубине в 5 метров открывалась его необычная форма, облаченная в мрак и тайны. Вес гигантского саркофага и крышка, аккуратно к нему прилегающая, будто страж древних секретов, находились в неком таинственном растворе. Когда новость об открытии проникла в интернет, то мрачные слухи и дикие теории о том, что скрывается внутри, охватили умы людей. Жители города стали опасаться чумы, вирусов, даже древних проклятий. И, наконец, когда крышка саркофага была поднята, зловещий и отвратительный запах заполнил воздух, заставив археологов восстановить всю работу. На час саркофаг был оставлен открытым, чтобы страшный запах хоть куда-то рассеялся. При более тщательном изучении исследователи обнаружили, что саркофаг наполнен наполовину красно-коричневой жижей. И, внимательно удалив эту таинственную субстанцию, археологи обнаружили кости на дне саркофага. Однако до сих пор ученые так и не смогли выяснить природу этой странной жидкости, как она там оказалась и для чего вообще могла быть нужна. Так и остается загадкой этот древний саркофаг, хранящий свои тайны в недрах песков Египта. Впервые в истории ученые обнаружили мумию беременной женщины, которой было около 20 лет на момент смерти. Этот поразительный факт был раскрыт благодаря передовым технологиям исследования, таким как компьютерная томография. Мумия датируется временем около 2000 лет назад, и она была найдена в районе археологического комплекса Красные пирамиды. Вниманию ученых предстоит изучить причины смерти и более подробно рассмотреть обряды мумифигации, применяемые в то время. Археологи раскопали давно забытый город Оттон, ушедший под пески Египта многие века назад. На камеру попали уникальные кадры разрушенных зданий, колонн и святилищ, которые рассказывают историю древнего народа и его богов. Город Оттон был построен в период Нового Царства и служил важным административным и культовым центром. Раскопки все еще продолжаются, и ученые надеются обнаружить более подробную информацию о жизни и культуре его обитателей. Группа ученых из Египта и США обнаружила старейший пивоваренный завод в мире, возможно, самую старую известную пивоварню в одном из самых известных археологических памятников древнего Египта. Фабрика, очевидно, была построена в этом районе для проведения королевских ритуалов с пивом, учитывая, что археологи обнаружили доказательства использования пива в жертвенных обрядах древних египтян. Впервые о существовании пивоварни упомянули британские археологи в 1900-х годах, но они не смогли определить местоположение. Это место считается одним из самых древних в мире и, возможно, является колыбелью искусства варки пива. Храм Солнца – новая захватывающая находка археологов, которые обнаружили остатки того, что, по их мнению, является одним из шести храмов, когда-либо построенных фараонами пятой династии. Открытие, сделанное в Абу-Гараби, к югу от Каира и к северу от места археологических раскопок Абу-Сира, приветствуется как одно из самых важных за последние несколько десятилетий. Два из шести храмов Солнца уже найдены, а последнее открытие составляет три. Прошло 50 или более лет с тех пор, как был обнаружен второй египетский храм Солнца, и последняя находка вызывает большое волнение. Археологи считают, что у них есть довольно веские доказательства того, что они раскопали Третий храм Солнца. Как ни странно, руины Третьего храма Солнца лежат под остатками более позднего храма Солнца Нюсерре, построенного Нюсерре-Ине шестым правителем пятой династии в период Старого Королевства. Храм Сокола, как его назвала группа археологов во главе из Автономного университета Барселоны, был обнаружен во время полевых работ в 2019 году. Здание культа состоит из двух небольших прямоугольных комнат с дверными проемами, расположенными по центральной оси с египетскими декоративными элементами. В соседних древних зданиях находили артефакты, связанные с культурой и верованиями загадочного народа Блемии. Храм Сокола показывает, что они могли уважать египетскую традицию и разработали культовые практики, в которых соколов приносили в жертву египетскому богу Хонсу, причем способом, не засвидетельствованным в Египте. Правда, этот способ схож с культами храмов долины Нила. Несколько лет назад в гробнице, находящейся в Саккаро в 30 километрах от Каира, учеными был обнаружен продукт, который они не сразу смогли идентифицировать. На анализ находки было потрачено целых 4 года. Исследования были недавно завершены, однако их результаты оказались несколько неожиданными. Без сомнений, это был сыр, однако его употребление несло угрозу жизни даже 3200 лет назад. Первичный анализ этого вещества показал высокое содержание сахаров и белков различных видов. Обнаруженные вещества и цепочки аминокислот хоть и были частично разрушенными от времени, однако дали полное право ученым говорить о находке, как об одном из самых древних сыров, обнаруженных сегодня. Храм Зевса ученым удалось найти после того, как они заметили две огромные гранитные колонны, которые служили входом в храм. Они обрушились в результате сильного землетрясения, произошедшего в древности. Продолжив раскопки, археологи наткнулись на набор гранитных блоков, вероятно, используемых в качестве лестницы перед храмом. Раскопки в Пелуси, где современные ученые смогли отыскать храм Зевса, начались еще в 1900 году. Тогда французский египтолог Жан Кледат нашел древнегреческие надписи, которые указывали на существование храма Зевса, однако найти сооружение долгое время не удавалось. Теперь перед вами двухметровая монументальная фигура, которая сидит на троне, гордо выпрямив спину и сложив руки на колени. Называется она статуя богини Сехмет. И несмотря на то, что ее лицо повреждено, богиня производит сильное впечатление и кажется, что она обладает сверхъестественной силой. Недаром же о статусе Сехмет служители музея рассказывают невероятные вещи. Изредка в полнолуние на гранитных коленях богини появляется красная лужица, к утру она высыхает, оставив лишь едва заметный налет. С научной точки зрения этот феномен объяснить сложно, а вот с мистической. А в ноябре 1922 года группа археологов нашла неизвестную до этого гробницу фараона Тутанхамона. Они вошли в нее через запечатанные двери и преодолели завалы, оставленные грабителями. Они продвигались все глубже и глубже, пройдя узкие проходы, пока наконец не достигли погребальной камеры. Там не обнаружили огроменный золоченый ковчег, который был выше пяти метров. Внутри были еще несколько других ковчегов, уложенных друг в друга. В последнем из них был кварцевый саркофаг. Внутри него находился золотой гроб Тутанхамона, а его мумия была украшена кованой золотой маской. Это был самый прекрасный портрет фараона, с выразительными глазами из темно-синего стекла и обсидиана, а также в широком ожерелье, украшенном цветными камнями. В древности рисунки, письма и печати создавали на папирусе, ведь на нем было проще сохранять и передавать информацию. На ваших экранах папирус Тулли, который может рассказать людям о неизвестных феноменах, связанных с НЛО. По легенде, этот папирус был написан при фараоне Тутмосе III, около 1480 года до н.э. Текст на нем описывает странный случай, произошедший в прошлом. Уфологи нашли в этом описание подсказки о том, что это было связано с НЛО и пришельцами. По этому документу, в 22-й год на небе появился огромный огненный шар, который был длиною в 46 метров и двигался бесшумно. Он пролетел мимо дворца, оставив за собой загадочный след в истории. Семейная пара из США решила отправиться в короткое путешествие, в рамках которого посетить пустыню в Аризоне. Они были уверены, что песчаный ландшафт и несколько диких кактусов создадут идеальный фон для фото в семейном альбоме. Однако, когда они уже готовились сделать снимки, их внимание привлекло странное образование на песке. Это пятно было окрашено в фиолетовый цвет и переливалось на солнце. Позже оказалось, что это образование состояло из множества маленьких желеобразных сфер, окрашенных в фиолетовый цвет. На ощупь они были липкими, а при надавливании издавали хрустящий звук. Но ни на месте, ни после тщательного анализа не удалось понять, что это такое. Может быть это что-то связанное с инопланетной жизнью? Итак, друзья, это были одни из самых удивительных находок, сделанных в Египте. Если вам понравился выпуск и вы хотите увидеть что-то подобное, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал ТОПФАКЦИИ. Прямо сейчас посмотрите один из наших предыдущих выпусков, которые появились на ваших экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова